всем привет мои дорогие любимые зрители рада вас всех видеть если вы впервые видите меня давайте знакомиться меня зовут света если вы любите парфюмерию эстетику и красоту как и я то подписывайтесь на канал прямо сейчас и нажимайте на колокольчик сегодня у меня на обзоре ароматов будет моя коллекция парфюмов gucci guilty gucci flora и gucci bloom но сама коллекция парфюмов будет представлена вашему вниманию но и немного позже я хочу в знак уважения к создателю бренда gucci немножко рассказать про его биографию как образовался бренд gucci в следующем году в 2021 году бренду gucci будет уже сто лет потому что основан бренд gucci у нас в 1921 году поэтому в дань уважения основателю бренда gucci у gucci я хочу вам немножко рассказать про этого человека потому что как я говорила в своем прошлом видео про кинзо я хочу рассказывать не только про ароматы но если это касается какого-то именитого модного дома именитого дизайнера я хочу немножечко вам рассказать о биографии и жизненном пути этого человека этого необычного человека который навсегда остался в истории благодаря своей уникальности gucci gucci родился в 1881 году и свое детство и юность провел в прекрасной флоренции в 16 лет он поехал в лондон работал там какая-то у него там была подработка в отеле совой и тогда он увидел прекрасные чемоданы и дорожные сумки богатых постояльцев а до этого он занимался тем что он изготавливал уздечки и разные другие аксессуары для лошадей для верховой езды после лондона он вернулся обратно во флоренцию и также продолжал заниматься изготовлением аксессуаров для верховой езды при этом уделял внимание каждой детали и в 1921 году в городе флоренция по адресу via vigna nuova 7 открылся первый магазин бренда gucci немножко математики родился у нас gucci gucci в 1881 году открыл он свой первый магазин во флоренции только в 1921 году ему было уже 40 лет в этом магазине стали продаваться аксессуары конская сбруя одежда для жокеев чемоданы и сумки в 30-е годы бренд компания расширяется развивается это уже не маленькая мастерская это большая фабрика и в тридцать седьмом году в 1937 году мощности фабрики позволили расширить ассортимент и компания стала производить уже костюмы для верховой езды перчатки и женские сумки 1938 году магазин gucci открывается на самой престижной улице рима gucci gucci уже было 57 лет всего у gucci gucci было шесть детей и это было такой семейной компанией компания gucci занимались продолжили дело отца и сыновья и внуки об этом я расскажу чуть позже на внуках все и закончилось сыновья gucci принесли в бренд молодость они обновили компанию они создали одежду уже не связанную с верховой ездой просто одежду для золотой молодежи то есть они отошли от привычных для компании конных аксессуаров и костюмов в 1947 году была создана первая культовая сумка дома gucci bamboo back она до сих пор является символом дома gucci сделана эта сумка bamboo back была в форме седла для лошади и у нее была необычная бамбуковая ручка далее сыновья gucci радольфа gucci открыл магазин gucci в милане альдо gucci открыл магазин gucci в нью-йорке при жизни самого gucci у gucci компания была единым целым но когда в 1953 году его не стало началась череда имущественных споров на этих затяжных спорах между родственниками нажились очень крупно обогатились известные юристы страны проявление мстительности и злобы в этих разборках при дележке компании до сих пор садится не только само семейство но и вся италия в 1960 году появляется знаменитый символ gg и появляется линия парфюмерии gucci в 90-х годах внуки gucci у gucci продали свои акции компании invest corp и с тех самых пор с 90-х годов компания уже больше не принадлежала потомкам основателя в 1994 году на должность креативного директора компании gucci приходит tom ford с этого момента начинается этап возрождения компании tom ford проработал там 10 лет до 2004 года но потом tom ford из-за разногласий с владельцами gucci ушел оттуда и в 2006 году создал собственный бренд tom ford про парфюмерию тома ford у меня будет отдельное видео обзор ароматов на канале поэтому обязательно нажимайте на колокольчик потому что не всем моим подписчикам приходит новые видео если у них не нажат колокольчик а теперь моя коллекция парфюмов gucci первый парфюм gucci bloom nitari di fiori это самое свежее недавнее мое приобретение и это самый лучший аромат gucci из линейки bloom этот аромат gucci bloom nitari di fiori принадлежит группе цветочные и выпущен в 2018 году верхние ноты роза и имбирь средние ноты тубероза жимолость jasmine и побег в рангуне базовые ноты пачули мускус и асмантус это самый легкий и свежий цветочный аромат который я когда-либо пробовала он пахнет свежими легкими белыми цветами то есть такое ощущение что вы реально вдыхаете аромат какого-то букета цветов здесь не чувствуется химии не чувствуется синтетики здесь составе есть интересный ингредиент это рангунская лиана рангунская лиана как раз таки добавляет вот эту легкость белых цветов в этот аромат также здесь присутствует жимолость это у нас легкий jasmine с оттенками туберозы из всей линейки bloom в магазине мне понравился именно этот вариант nitari di fiori нектар цветов с итальянского да bloom это у нас цветение цветущий я вообще обожаю на самом деле страну италию это моя самая любимая страна в европе и gucci со своей линейкой bloom все в растениях со своей линейкой flora мне очень нравится мне напоминает это о италии это у нас кстати версия парфюмерная вода она достаточно такая легкая приятная и вот как я и сказала воссоздали аромат цветов восхитительных цветов не тяжелый не уходящий в лилию в какие-то кричащие ноты просто благородно свежо пахнет прямо живыми цветами вот этот вот gucci bloom nitari di fiori самый лучший аромат по моему скромному субъективному мнению из линейки bloom у gucci следующий аромат мой любимый из коллекции парфюмов от gucci это gucci flora парфюмерная вода тоже принадлежит группе ароматов цветочные я вообще люблю больше цветочно-фруктовые ароматы и как раз вот этот вариант здесь присутствуют фрукты здесь у нас верхние ноты это цитрус и пион и мандарин средние ноты османтус и роза базовые ноты сандал пачули и розовый перец я настолько люблю бренд gucci что у меня gucci flora в нескольких вариантах дальше я об этом продолжу это у меня версия парфюмерная вода я рассказывала про нее уже вот в этом видео про мои любимые ароматы он всегда мне поднимает настроение и особенно в холодные зимние вечера добавляют уюта и радости gucci flora eau de parfum парфюмерная вода следующий мой аромат gucci flora это уже туалетная вода gucci flora это туалетная вода gucci flora это вариант на лето потому что она очень легкая такая летящая здесь тоже красивые цветы мандарин но все это такое на минималках это gucci flora парфюмерная вода только разбавленная раз в пять но не менее интересный вариант на лето тоже поднимает настроение и это такой невидимый компаньон который добавляет благородство своему обладателю изысканности здесь такие легкие легкие цветы фруктов здесь уже практически не слышно здесь такие разбавленные разбавленные цветы аромат такой ненавязчивый на каждый день туалетная вода gucci flora почему бы и нет третий представитель в моей коллекции парфюмов от gucci flora дальше у меня в моей коллекции парфюмов gucci самый ходовой парфюм от gucci gucci guilty black вот в этом видео я рассказывала о том что это самый комплементарный аромат всех времен и народов здесь очень приятные ягоды малина персик красная смородина приятная благородная сирень все это присыпано розовым перцем и карамелью это свежесладкий аромат на все времена года многим людям он подойдет и здесь запах ягоды малины с кислинкой красной смородины благородно оттеняет все это дело сирень и карамель самый наверное ходовой аромат у gucci в моей коллекции парфюмов gucci аромат номер 3 gucci guilty black следующая вода из моей коллекции парфюмов от gucci это gucci flora georgius gardenia это группа уже цветочно-фруктовая если у нас gucci flora это были просто цветочные ароматы здесь у нас пошли в ход фрукты хотя называется она gardenia но в старте у нас здесь груши и красные ягоды в средних нотах у нас gardenia и frangipani базовых нотах пачули и аккорд коричневого сахара это груша с gardenia и с красными ягодами здесь в очень красивом переплетении это очень благородный аромат он не свежий но он приятно сладкий аромат вот я не люблю когда слишком приторно сладкие ароматы делают здесь сладость приятная это сладость меда это цветы gardenia в меду аромат номер 5 из моей коллекции парфюмов gucci flora georgius gardenia следующий у нас представитель моей коллекции парфюмов gucci guilty классическая версия туалетная вода gucci guilty это у нас группа ароматов восточно-цветочная верхние ноты мандарин розовый перец бергамот средние ноты герань персик сирень черная смородина и жасмин базовые ноты пачули амбро ваниль и белый мускус здесь у нас мандарин горький мандарин в кожуре свежий здесь дает сирень кислинку дает черная смородина слышен жасмин ваниль и красивый белый мускус это такой знаете невидимый компаньон он на себя внимание не перетаскивает аромат я думаю на каждый день но вот в нем присутствует такая некая горечь горечь мандаринки плюс кислинка черной смородины но все это сглаживает ваниль и красивое облако из белого мускуса неплохой аромат но black версия мне нравится кстати больше там более вкусные ягоды вот эта малина здесь малины нет здесь горький мандарин стандартная классическая версия туалетная вода gucci guilty номер 6 в моей коллекции парфюмов от gucci могу ли я хочу ли я а магнолия flora by gucci magnolia и не просто магнолия а гламорус магнолия это седьмой представитель из моей коллекции парфюмов от gucci gucci flora glamourus magnolia этот аромат у нас выпущен 2012 году аромат для женщин принадлежит этот аромат группе цветочные зеленые верхние ноты белая фрезия зеленые ноты и цитрусы средние ноты магнолия и пион базовые ноты мускус сандал и мексиканский шоколад здесь слышится зеленые я бы даже сказала водные такие ноты влажные здесь нет шоколада хотя возможно где-то он и есть возможно этот шоколад как раз дает некую тяжесть такую этому аромату возможно да он и есть но этот шоколад не горький этот шоколад такой карамельный молочный цитрусов я здесь не слышу я слышу здесь магнолию как будто бы такой знаете куст магнолии в тропиках если бы у вас была дача в тропиках вы выходите на улицу и слышите аромат даже не самих наверное цветков магнолия этих вот зеленых листиков и идет такой знаете тропический дождь вот что я могу сказать об этом аромате я здесь не слышу заявленных цитрусов из-за этого аромат такой очень очень сладкий но опять же здесь сладость приятная нежженного сахара но я особо сладкие ароматы не люблю я их очень редко использую поэтому у меня флакон у него еще старые здания с такими черными квадратиками на названии он у меня стоит и практически он ною не использован потому что это аромат не на каждый день достаточно вот эта тяжесть шоколада и вот этих зеленых нот она тяжеленькая возможно ждет своего времени года зимы туалетная вода flora by gucci glamorous magnolia номер 7 из моей коллекции парфюмов от gucci у gucci вышла новинка воспоминания memories в 2019 году он мне абсолютно не понравился этот аромат и из всей линейки bloom вот мне понравился только вот этот нетари ди фьори на этом обзор моей коллекции парфюмов от gucci мы завершаем и я жду вас в комментариях как всегда пишите какими ароматами gucci из моей коллекции вы пользуетесь какие ароматы от gucci может быть вы пользуетесь которых нет у меня буду рада всем вашим комментариям давайте общаться там и всех целую и всем пока и и Субтитры сделал DimaTorzok